Вархаммер 40 тысяч Ересь Хоруса Грэм Макнил Волчья охота В тенях города просителей рыщет беглец. Хотя его соратников, отвергнутых мертвецов, уже и нет на свете, Волк-одиночка Севериан по-прежнему намерен бежать с Терры любым возможным способом. Но за ним по пятам идет таинственный охотник Ясу Нагасена. Тем временем вести о резне на Истване 5 разносятся все шире. И пока Севериан возвращается по собственным следам к месту, где все началось, обоим, и ему, и Нагасене, придется столкнуться с рядом неприятных фактов, перед лицом еще даже более неопределенного будущего. Ясу Нагасена стоял у окна квадратной башни на северо-восточном краю горного поместья, а холодный ветер дул ему в лицо. Построенный на склоне горы Холл-Ойл, особняк уже пять десятилетий был его домом, и воспоминания кружились вокруг охотника, словно бесконечные призраки. В башне стенали скорбные ветра из далеких уголков мира, каждым порывом принося ракочущий гул голосов, миллиардов, переселенцев и страх целой планеты. Горы словно столпились на этом континенте и плечом к плечу, подобно упомянутым великанам, тянулись к небу. Лучи солнца озаряли их золотистым приливом, сверкая на открытых склонах и полевых шпатах. Горы прощались Ясу, позволяя ему в последний раз взглянуть на свое величие. Из этого окна открывался вид на корону мира, дворец. Из этого окна он смотрел на триумфальные процессии и возведение укреплений. А вокруг стен раскинулся город просителей. Когда-то место паломничества, а теперь трущобы, забитые людьми, тщетно пытающимися найти защиту. Высоко в небе проносились самолеты. Ногосено отвернулся. Император изменял галактику, но дворец изменял Рогалдорн. Когда-то он был прекрасен, но теперь красота исчезла. Мастерство инженера стало важнее видения архитектора. Нет, лорд Дорн, в таком единстве нет гармонии. Он мало говорил со времен охоты на сбежавших Астартес, воинства крестоносцев. Ведь охотой она была лишь в начале, а кончилась санкционированным убийством. Ногосено услышал стук сандалий по мраморным ступеням, а затем тяжелое дыхание Амиты. Она поддерживала порядок в поместье с тех пор, как он поселился здесь. И была такой же крепкой и здоровой, как сами горы. Вот Амита поднялась на вершину башни. Ее кожа покраснела, а пряди прямых серых волос свисали на лицо. Она нахмурилась, увидев одежду Ногосены. Лакированный нагрудник из почерневшей бронзы. Прочные парусиновые гетры, заправленные в кожаные сапоги. «Ты хотел меня видеть?» Он кивнул и оглянулся на огромный раскинувшийся дворец. Далеко внизу громадный осадный титан снимал со склона Дхалаугири блоки, созданные с таким мастерством, что нельзя было их сносить или застраивать. Увидит ли эти камни вновь дневной свет? «Да, я хочу тебе кое-что отдать». «Здесь?» «Нет, в моем личном кабинете». «Ох, так почему ты не вызвал меня туда, а заставил подниматься по лестнице?» «Прости, Амита, я задержался тут дальше, чем думал». «Ну, моим старым костям от этого не легче». Ногосена улыбнулся. «В любом другом поместье Амиту бы за это уволили». Но ее грубая честность подходила человеку, который превыше всего ценил правду. «Был ли я хорошим хозяином?» Охотнику понравилось, что Амита подумала перед ответом, а не стала льстить. «Ну, ты всегда был щедр и благодарен. Прислуга считает тебя холодным. Но по мне ты просто печален, особенно в последнее время». Ногосена кивнул. «Все верно. Пойдем». Он прошел мимо нее и начал долгий спуск. Амита последовала за хозяином. И они вышли в Розарий, где Ясу хотел бы чаще бывать. Затем они прошли по открытому мостику, в удивительно пропорциональные комнаты поместья. Ногосена открыл дверь в личный кабинет и махнул Амите рукой. Она вошла неохотно, едва взглянув на висящие шелковые свитки с древними картами забытых королевств. Атлантии, Гипербореи и Далриады. Ясу прошел к заставленным бумагами и тяжелыми книгами полкам. Снял запечатанный воском свиток и сел за узкий стол, скрестив ноги. Показал Амите на стул, ломая печать. Ногосена обмакнул заостренное орлиное перо в чернила и расписался внизу документы. Перевернул бумагу и протянул Амите перо. «Напиши свое имя рядом с моим и станешь хозяйкой поместья». «Ты отдаешь мне поместье?» – удивилась Амита. «Да». «Почему?» «Ты его заслужила. Но Амита не взяла перо. Ты отправляешься на новую охоту?» «Да». Ногосена положил перо на стол, плавно встал и прочертил рукой замысловатый узор на стене. Она отъехала, открыв глубокую нишу, заполненную сверкающими доспехами и стеллажами с оружием. Оружейную, достойную квартирмейстера легиона. Кто на этот раз? Ногосена поднял украшенное длинное ружье и посеребренный валькитовый пистолет. Оружие, способное ранить его добычу. Оружие не для погони и захвата, а для казни. Лунный волк. Воин из легионов. Воин Гора. Он повесил длинноствольный лазер на плечо и убрал пистолет в кобуру прежде, чем почтительно взять со стойки из яркой вишневой древесины ножны. Прекрасные, сработанные из лакированного дерева, украшенные жемчугом и нефритом. Рукоять меча казалась раной в белоснежной ткани, а клинок был сработан с любовью и вниманием к деталям, на которые не способна ни одна машина. Ногосена называл этот меч шуть-зики. Думаешь, ты не вернешься? Это разумное предположение. И кто же поручил тебе охоту? Лорд Дорн. Она кивнула, зная, что Ногосена не мог нарушить приказ примарха. Я не хочу оставить незаконченные дела, если погибну на этой охоте. Поместье будет твоим. Я так хочу. Амита оттолкнула бумагу. Я подпишу ее только после известия о твоей смерти. Ногосена, пораженный ее преданностью, повесил на пояс шуть-зики. Рука привычно опустилась на украшенную рукоять. Подпиши ее, ведь даже если я убью волка, то вряд ли вернусь. Почему? Горы простились со мной. Амита кивнула, принимая его загадочный ответ. А есть ли у этого лунного волка имя? Да, Севериан. Волк прокрался в овчарню, но никто не подозревал о нем. Дом, в котором обосновался Севериан, разваливался на глазах. С каждым ударом исполинских машин на стройках дворца со стен падала пыль. А две тысячи ютящихся в здании людей огородились друг от друга свисающим брезентом и сложной паутиной белевых веревок с одеждой. Севериан был призраком, невидимым и неслышимым среди стонов дома. Вот уже три дня он прятался среди стен и на гнилых чердаках, слушая шум помех в шлеме и борясь с желанием идти дальше. Охотники ждали, что он убежит от резни в храме печали. Но сейчас Севериана скрывала неподвижность, а не действие. В поисках беглеца улицы отчаявшегося города прочесывали сотни черных часовых, но Севериан не видел ни следа имперских кулаков или кустодиев. Что же было таким важным, что они не отправились на охоту? Смертные солдаты рыскали словно загонщики на травле, но от них было достаточно легко скрыться. Они никогда прежде не охотились на лунного волка. И нет, не лунного волка, сына гора. Магистр войны не гнушался тешить самолюбие, но даже он не захотел бы переименовать в свою честь целый легион. Похоже, что многое изменилось. Севериан все еще считал себя лунным волком, одиноким хищником, охотящимся в сумрачном свете луны. Сын гора смог бы проложить себе путь через город, но лишь лунный волк мог прокрасться незаметно по улицам. Он все еще носил доспехи, взятые из тел громил громовых воинов. Пластины плохо сидели, ведь были выкованы в эпоху, когда прежде всего была срочная необходимость. Волк с шлема трещал от помех, и гудел призрачными голосами давно мертвых людей. Севериан мог бы убрать помехи, но их было легче не слушать, чем людей вокруг, ведь на устах у всех был мятеж магистра войны и бойня наистований пять. Дрожащие голоса вновь и вновь рассказывали истории о предательстве и резне. Догадки и ложь, преподносимые как факты. Все они соглашались с тем, что Горлу Перкаль предатель, подлый и вероломный сын. Но Севериан не мог поверить, что его примарх обратился против императора. Что могло толкнуть магистра войны на столь ужасный путь? Севериан не мог представить ничего достаточно важного, чтобы оправдать предательство. Его разум отвергал каждую возможность, как слишком жалкую, слишком ничтожную и слишком смертную для галактического мятежа. Адхарва казался таким уверенным в предательстве Гора. Таков и был путь сынов Алого Короля. Они жили ради уверенности, но вот Адхарва умер с пулей примарха в голове. Чего стоила теперь его уверенность? Севериан услышал хруст приближающихся шагов и замер, сливаясь с гниющим пластиковым потолком. Шаги остановились. Три человека несли пластиковые ведра, чтобы наполнить их из насоса. Волк обладал поразительной способностью скрываться на виду. Ему было так же легко таиться в тенях, как дышать. Конечно, опасно скрываться в набитом людьми здании, но риск перевешивала возможность что-то узнать. Первый человек, крепкий и похожий на слесаря, подставил ведро под насос и начал качать ручкой. Потекла вода, солоноватая и песчаная на вид. Другие в ожидании своей очереди начали переговариваться. Сначала разговор был обыденным и пресным, но неизбежно он перешел на битву за истом. Ублюдок гор! Вот кто это затеял! Видишь ли, изменил имя легиона! Да, слишком большое у него было самолюбие. Место у насоса занял костлявый мужчина, с похожими на блюдца глазами и потом выдававшим ломку. Все верно, говоришь! А чего ждал император? Заговорил последний в очереди человек, лысоватый, с крючковатым носом и сморщенной правой рукой. Ну нельзя давать человеку столько власти, бьет в голову! Мужики кивнули, соглашаясь с разумными словами. Да, когда столько пушек, так и хочется выстрелить, а? Проворчал слесарь. Взгляните на истван-3, стертый вирусными бомбами. Безумие! Я слышал, что гор в одиночку убил троих братьев. Вулкана, Корокса и Лемана Руса. Порошок стер. Волчьего короля не было на истване. Погиб Феррус Манус. Говорят, что ему голову отсек фениксиец. Не, ну как кто-нибудь мог убить этого старого мерзавца? У него же кости железные, как их рассечь? Гор мог бы, в нем поселилось зло, все так говорят. Я слышал, его отравили. Да ладно! Кто-то свел его с ума. Конечно, теперь, как она сказала, гор-заговорщик. Он и все его воины. Я слышал, они приносят жертву женщин и детей. Бросают в огонь и сжигают во имя какого-то бога. Слесарь наклонился и заговорщически зашептал. Вот эта дикость так дикость, а? Еще сказала, что они людоеды, пожирающие плоть собственных мертвецов и собирающие трофей из костей. Севериан заскрежетал зубами. Ему было очень тяжело сдерживаться, слыша такую нелепую клевету о любимом примархе и легионе. Пальцы сжались на ржавых трубках и проводах. Металл застонал, сгибаясь под напором. Слесарь посмотрел наверх, и глаза встретились сквозь трещины в потолке. Севериан собрал в кулак всю решимость, желая, чтобы его не увидели. И мужчина отвернулся со странным выражением на лице, словно у него внезапно закружилась голова. Севериан медленно выдохнул, видя поднятую впереди пыль. «Я и такое слышал. Скажу вам, что гор спятил, что он, ну, одержим». Мужики рассмеялись. «Одержим?» «Ну да, чужаками или чем-то таким». Терпение Севериана лопнуло, и он спрыгнул на пол. «Святой трон!» Слесарь и наркоман в шоке отпрянули от насоса. А лысый побежал, спасая свою жизнь. Севериан взмахнул рукой, швырнув кусок камня, не больше гальки. Он врезался в лысину, словно снаряд из пращ. От удара рабочего развернуло, и он рухнул. На затылке набухала шишка размером с яйцо. Из уголков рта сочилась слюна и кровь. «Ты убил его!» «Нет!» Севериан снял с пояса зазубренный нож. Хотя он этого заслуживал за оскорбление магистра войны. «Ты его воин, так?» Выдавил наркоман. «Ты тот, кого они все искали?» Севериан не ответил. «Вы как невежественные дети. Вы ничего не знаете о лорде Горе, о его победах и пролитой ради отца крови. Мой легион 200 лет сражался в небесах, покоряя ради человечества галактику. И вот ваша благодарность. За это мне стоило бы убить вас всех. Нет! Вы должны были бы строить статуи магистра войны и святилища в честь его подвигов. Ведь галактику ради вас покорил он, а не император». Плачущий наркоман рухнул на колени и потянулся к сапогам Севериана. Но лунный волк с отвращением отбросил его. Человек закричал от боли. Слесарь тяжело сглотнул и посмотрел на Севериана. «Гор – предатель!» Так сказал император. Севериан занес кулак. Его рука дрожала от напряжения. Один удар – и череп разлетится на сотни осколков. «Магистр войны, любимый сын императора!» «То, что вы говорите, не может быть правдой. Я бы знал!» «Нет, нет!» Слесарь рухнул на колени, сложив перед собой руки, словно в молитве. Севериану был отвратителен его ужас. Эмоция столь чуждая, что ему еще сильнее захотелось убить глупца. «Вот за кого мы сражались!» Он склонился и прижал кончик ножа к груди мужчины. «Твой род недостоин унаследовать галактику. Твоя жизнь не стоит и капли крови легионера. Прошу, прошу, не убивай меня!» Севериан убрал нож и посмотрел на мужчину словно бог, взирающий на неудачное творение, и зарычал. Затем отвернулся от отвращения и неуверенно направился, сам не зная куда. Солнце близилось к закату, когда Севериан вышел из дома. Он крался по узким гниющим улочкам, избегая главных дорог и проспектов города просителей. На каждом перекрестке, на крышах и углах стояли солдаты, но одинокий волк лишь безмолвно шел в тенях. Мало кто попадался ему на пути в переулках, лишь случайные бродяги да заблудившиеся люди, мудро спешившие убраться с дороги. Севериан никого не убивал, ведь труп станет следом, но напуганные люди думали иначе. На руку волку были и жестокие методы поиска прочесывающих улицы солдат, ведь слухи о жестокости черных часовых быстро разнеслись по городу, и теперь никто бы ни в чем не признался. Никто не знал, куда направляется волк. Поместье военного инженера-императора казалось сверкающим помпоном на гранитном утесе храма Горечий. Севериан сделал круг, уходя от преследователей, возвращаясь к тому месту, откуда он начал путь, и где он сможет забраться по утесу к орбитальному кораблю инженера. В Адак Синг, как и многие из его генетически выведенного рода, предпочитал наблюдать за своими трудами свысока, и там Севериан начнет путешествие к легиону, где он либо докажет ошибочность обвинений примарха, либо призовет его к ответу за преступление. Беглец остановился у беспорядочного переплетения улочек и прижался к стене, услышав слева тяжелые шаги. Приглушенные голоса странно, металлически отражались от стен, но Севериан понял, что людей пять. Боевое звено, что значит, что рядом наверняка еще одно. Волк присел, словно бегун в ожидании сигнала, и закрыл глаза, обратившись весь вслух. Вот, сзади. Движутся осторожно, наверняка знают, что он рядом. Срочно нужны подкрепления, раздался чей-то голос в Оксе. Упала капля, и Севериан посмотрел наверх, где увидел сквозь металлическую решетку девушку в простом зеленом платье с красным цветком на груди. Она тоже заметила его и вздрогнула. Судя по движениям мускулов вокруг рта, она собиралась окликнуть его. Рука Севериана сомкнулась на остром камне. Он мог бы метнуть его в голову так, чтобы перерезать горло, и девушка бы упала обратно в дом. Но волк лишь прижал палец к губам и кивнул. Он покачал головой, видя в глазах скрывшейся девушки ужас. Воины легионов всегда были воплощениями битв. Но когда они стали кошмарами для людей? Он помнил ликующие толпы на экспедиционных полях, когда марширующие воинства космодесантников отправлялись навстречу войне длиною в жизнь. Люди смеялись и кричали, но эти дни давно прошли. Теперь космодесантники стали для них свирепыми убийцами, грозным оружием, способным также легко пролить кровь своих творцов, как и врагов. Мокрые простыни свисали между домов как флаги в честь побед, одержанных легионом в первые дни. Возвращение астероидного пояса, освобождение внешних планет, первый рывок в пустынный космос. Сколько же теперь победных знамен висит в музее завоеваний мстительного духа? Сколько же славных побед пропустил севериан, пылившийся на Терри, как напоминание о воинах, в которых он никогда не будет сражаться? «Ах!» Он вздохнул, заставляя мысли успокоиться и вернуться к делу, прикинул расстояние между собой и первым человеком в звене. Севериан считал, пока из-за угла не показался сапог и дрожащий ствол карабина, а затем развернулся, держа тело часового между собой и другими. Череп хрустнул в его руках. Севериан отшвырнул тело и ударил ногой по дуге, опрокинув еще двух солдат, а затем ударил их в грудь, круша ребра и выбивая воздух. Затем волк прыгнул и ударил руками, одной влево, другой вправо. Два замыкающих отделения солдата рухнули со сломанными шеями. Севериан услышал в вокс-бусинах их шлемов резкие голоса и поднес ко рту крошечное устройство. Вот уже пять мертвых! Кто хочет стать шестым? Когда Нагасена увидел тела, вокруг уже собрались падальщики-оборванцы. Они враждебно смотрели на него, думая, стоит ли драться за трупы. Ясу уже знал, что они совершат ошибку. В конце концов, от отчаяния люди становятся глупцами. Мародеры решили, что пятерых за глаза хватит на одного человека. Двое были вооружены заводскими стабберами, а третий самодельным буром, похоже, таким же опасным для хозяина, как для цели. На охотника бросились два человека, вооруженных лишь жалкой отверткой и ржавыми прутьями. Ишудзики взметнулся из ножен. Первый умер с распоротым брюхом. Нагасена крутанулся на пятки и обрушил смертоносный клинок на шею второго. Отсеченная голова разбивала окно, а тело еще только падало, а Нагасена уже двигался. Выстрелы вырвались из просверленных стволов, но патроны были плохие, отчего слишком сильная отдача мешала удержать оружие на цели. Два быстрых взмаха рассекли первого стрелка от плеча до паха. Нагасена прыгнул и вонзил меч под ключицу второму стрелку, легко разрезав сердце и легкие. Затем он вырвал меч, багровый фонтан оросил стены, а труп упал на колени. Последний падальщик пятился, держа в дрожащих руках пистолет. Примитивный, громкий, опасный и пугающе большой. Пистолет Ясу был таким же опасным, но он не дрожал. Ты промахнешься, а затем я тебя убью. Он увидел решение в глазах бандита за долю секунды до того, как тот сам его принял и нажал на курок. Вспышка и раскаленный луч вылетел из суженного ствола в голову мародера. Череп взорвался, когда его содержимое закипело. Кровь, кислород и мозги резко расширились. Безголовый труп рухнул, пальцы сжались на курке. Отдача разнеслась по улицам города просителей. И Нагасена ощутил дрожь воздуха, когда пролетавшая мимо пуля выбила в стене за ним кратер размером со щит. Он убрал пистолет в кобуру и начал вытирать кровь в шудзике одеждой мертвецов. Затем Ясу развернул маслянистый платок и вытер клинок до зеркального блеска. Он вновь поднял меч и прикоснулся к ножнам. Застыл, чтобы почтить оружие, а затем убрал его плавным движением. Сзади раздались злые голоса. Люди в той же униформе, что и убитые северянам, черные часовые. Пять человек, боевое звено, братья убитых. Лейтенант потянулся к павшим. Нагасена закричал, но слишком поздно. Тело сдвинулось, и из-под него выкатились осколочные гранаты. Ясу успел лишь прыгнуть за груду осыпавшихся кирпичей, а затем прогремел взрыв. Взметнулось и опало пламя, а следом уже мчалась буря раскаленных осколков. Они терзали улицу и рикошетили от стен душераздирающим ураганом. Ударная волна поднимала в воздух другие тела, а затем начали детонировать и спрятанные под ними гранаты. Нагасена прижал руки к ушам и сжался у стены. Волна выбила воздух из легких. Горячие стальные осколки оцарапали щеки, руку и шею. Один вонзился в ножны шудзики. И Ясу вырвал дымящийся металл из дерева. Наконец, звон в ушах затих. Ударная волна понеслась дальше. Он вдохнул тяжелый, прогорклый воздух. Кровь текла по лицу и из его ушей. Тело болело так, словно его избили. Шоковый буловой арбитров. Нагасена тяжело поднялся, но не увидел ни следа часовых. Он проковылял по улице и лишь тогда заметил влажные клочья мяса, разбросанные словно потроха на бойню. Вокруг стелился дым, но даже он не мог скрыть выражение ужаса на его лице. Один черный страж был еще жив. Невероятно, но это оказался лейтенант, перевернувший первый труп ловушку. Ему оторвало все ниже пояса, но он все равно смотрел на Нагасену молящими, полными неверия глазами. Рот открывался, словно у выброшенной на берег рыбы. Часовой пытался заговорить, но не мог от непереносимой муки. Ясу опустился рядом, взял его руку, и глаза лейтенанта закрылись, словно он просто уснул и скоро проснется. Нагасена отпустил его руку и повторил слова, сказанные учителем Нагомитсу накануне убийства. «Пусть это тело будет умирать тысячи раз, а белые кости обратятся в прах. Сохранится моя душа или нет, но в моем преданном сердце истина. Может ли она исчезнуть?» Нагасена почувствовал, что за ним наблюдают, и посмотрел наверх. Из высокого окна соседнего здания высовывалась девушка. Удивительно красивая и такая темнокожая, что Ясу вспомнился, увиденный в прецептории легионер Саламандр. Ее глаза были белыми и широко раскрытыми, а к зеленой одежде был прикреплен красный цветок. Она заметила его взгляд и метнулась внутрь. На миг их взгляды встретились, и Нагасена понял одно – девушка видела лунного волка. Севериан быстро пробирался по улицам, следуя мысленной карте, составленной им в первые часы после бегства из храма Горечий. План улиц был лишен логики и менялся с каждым днем, но он уверенно шел среди грязных дворов и домишек. Ворожденное чувство направления никогда еще не подводило волка, как и скрытность. Он легко вел отверженных мертвецов по лабиринту горной тюрьмы, а затем они шли по городу просителей, словно жили в нем. Города открывались в Севериану, дороги вздымались, чтобы поприветствовать его, а пути и распутья были старыми друзьями. Напуганные лица выглядывали из щелей в продуваемых домах. Одни видели Севериана, другие нет. И даже устаившиеся прямо на волка смотрели на него так, словно не могли понять, что же они видят. Севериан не задумывался над этим. Тени сгущались, а волк прижимался к стенам и постоянно вертел головой. Он слышал знакомый шум города, суматоху людей, звон кастрюль и лязг ножей. Затем донеслось далекое эхо взрывов гранат, и волк покачал головой, поражаясь глупости преследователей. К запаху еды и дыма прибавилась вонь, пота от страха и отчаяния, а потом раздалось тихое жужжание сломанного наушника в шлеме. В мгновение одиночества он вслушивался в виск и треск, то и дело различая старые слова. Словно невероятно далекие отзвуки, былых времен искали связь с настоящим. От этого не было пользы, но благодаря дрожащим призрачным голосам он чувствовал себя менее одиноким. А не присоединиться ли однажды к ним он сам, став одиноким голосом, затерянным среди миллионов погибших в борьбе за объединение, ставшего на грани гибели мира? Треск статики омывал шлем, словно волна, накатывающая на золотой пляж, и Севериан позволял обрывком слов кружить на грани сознания, пробираясь вперед. Вот он прошел по узкому проходу к утесу, над которым возвышались стены владения Вадака Синха. Позади осталось что-то, что казалось маленьким кладбищем, три могилы, высеченные в скале и отмеченные статуями херувимов. Севериан не видел имен, но, судя по размерам, двое были детьми. Он оглянулся, видя за силуэтами покосившихся зданий купол храма печали. Несмотря на дикие истории о произошедшем внутри, жители города Просителей продолжали носить умерших к его дверям. Но никто не выкопает могилу для Севериана, и эта мысль причиняла боль. Он полез вверх. Нагасена искал вход в дом и, наконец, нашел повисшую на петлях дверь из сколоченных досок, обшитых тонкими металлическими листами. Перед входом он остановился, чтобы глаза привыкли к полумраку. Лестница привела его на разбитую площадку к лифту, грубо сколоченному из железных решеток и полинявших халатов. Он быстро поднялся, зная, что скоро недоверие заставит девочку замолчать. Этаж наверху оказался ветхой ракритовой площадкой, которую поперечные неровные перегородки делили на бесчисленные комнатушки. Съежившиеся люди теснились вокруг сломанных термальных генераторов. Спали или стояли на коленях перед открытыми коробочками с резными стенками. Дети, открыв рты, смотрели на Ногосену, пока родители не оттаскивали их прочь. Они не знали охотника, но знали, что он опасен. Это были усталые, запуганные люди, взбудораженные схваткой у дома, но надеющиеся, что он скоро уйдет. Здесь Ясу был нежданным, незваным гостем. Ему было неприятно казаться чужим на Терри. Считали ли себя эти люди гражданами Империума? Он увидел девочку в зеленой одежде, прижавшуюся к стене, обхватившую колени и медленно направился к ней. На вид ей было двадцать, но могло быть и меньше. Голод и отчаяние старят людей. Ясу держал руки на виду, ладонями вверх. Она смотрела на него так, что было ясно. Девушка видела расправу над падальщиками. «Тебе нечего меня бояться». «Ты обещаешь?» Ее желание верить ранило сердце. На гасена повернул, удерживающий ножный пояс, словно протягивая его. Глаза девушки расширились при виде мастерства. Ясу знал, что она никогда больше не увидит ничего столь прекрасного. Этот меч – шудзики. На одном из мертвых языков это значит честность. Давший ему имя человек связал меня обещанием жить согласно этому принципу. «Я нехороший человек и за свою жизнь сделал много ужасного, но никогда не нарушил эту клятву». Она всмотрелась в его лицо в поисках лжи, но не заметила ничего и заметно расслабилась. «Ты видела его, воина легиона?» Девушка вздрогнула и помрачнела от воспоминания. На гасена ждал, зная, что не стоит ее торопить. Нелегко справиться, даже просто посмотрев на космического десантника. А увидеть его в бою значит узреть смертельную ярость. «Он не вернется, если ты этого боишься». «Как ты можешь знать?» «Я видела, как он смотрел на меня, видела смерть в его глазах». По щеке девушки стекла слеза. На гасене было ненавистно, что предательство гора заставило ее бояться воинов, созданных, чтобы покорить ради нее галактику. «Он тебе никогда не навредит». «Откуда ты можешь знать?» «Потому что я убью его». Она посмотрела на на гасену и слабо улыбнулась уверенности в его голосе. «Меня зовут Эката». Он направился на север, к утесам над храмом Горечий. Сначала на гасена решил, что, должно быть, она ошиблась. Зачем северяну возвращаться туда, где началась охота? Затем он вспомнил, чего хотел волк. И все стало ясно. «Это поможет тебе?» «Больше, чем ты догадываешься». Приняв решение, на гасена снял с шеи нефритовый картуш. Отполированный овальный камень окружало золотое чеканное изображение извивающегося дракона. Он вложил картуш в ладонь Экаты и сжал ее пальцы. «Ты знаешь короткий путь на юг, к горным рабочим лагерям?» «Да, к баракам врат Примус. Тогда иди по нему, пока не дойдешь до развилки, отмеченной горкой черно-золотых камней. Сверни направо и иди вверх, пока не увидишь поместье с красной крышей и таким же драконом на воротах. Представься хозяйке, женщине по имени Амита. И скажи, что ученик мастера Нагомитсу хочет, чтобы ты была гостьей до его возвращения. Понимаешь? Да, улыбка сделала девушку прекрасной. Иди же, ночь близится, а по городу просители лучше не ходить во мраке. Эката встала, сняла с груди алый цветок и склонилась вперед, чтобы закрепить его на нагруднике Ногосены. Роза на удачу! Севериан решил подниматься по восточным склонам утесов, чтобы держаться в тени. Восхождение далось нелегко, ведь скалу сгладили дрели рабочих и суровые ветра. Каждая опора была не шире пальца, и он едва мог поставить ноги. Но лунному волку и этого оказалось достаточно. Солнце все больше клонилось к западу. Ярко-синее небо стало фиолетовым. И отовсюду доносились звуки города. Когда солнце приблизилось к горизонту, последние лучи окутали дворец кровавым светом. Севериан помнил времена, когда это место еще не обладало таким важным титулом и обликом. Когда это была лишь горная цитадель, бастион для военных советов, твердыня, где планировали покорение галактики. То было время героев, рассвет новой эры. Первый раз за бесчетные века, когда свет разгонял тьму. Солнечная система стояла на грани краха, а галактика открывалась человечеству. Вновь, как и в первом великом походе к звездам, экспедиционные флотилии легионов рассекли пустоту, чтобы вернуть потерянную империю. Но Севериан не стал частью этого благородного замысла. Ведь когда 63-я экспедиция миновала Гелиопаузу, Севериан вернулся на Теру, чтобы с почестями присоединиться к воинству крестоносцев. Он стал частью нового славного братства, бывшего зримыми эталонами нового порядка, который империум нес галактике. Те времена давно прошли, и Севериану становилось все труднее соотнести эти воспоминания со своей бедой. Одинокий и заплутавший волк, последний выживший из отчаянной группы воинов, собранных вместе обстоятельствами и замыслами. Давно потерял надежду понять, почему Адхарова освободил лишь семерых, когда без сомнений к ним присоединились бы и остальные. Что стало с представителями повелителей ночи, несущих слово и железных воинов? Может быть, им бы больше повезло с сынами Нострома и Олимпии? «Севериан! Севериан!» Сначала лунный волк не заметил, как среди помех раздался скрипучий голос, приняв его за игру воображения и воспоминаний. Но затем он раздался вновь, словно шепот в тишине покинутого храма. Он замер и щелкнул по шлему пальцем. Голос раздался вновь, громче и четче, и теперь не было сомнений в том, что он говорил. «Севериан!» От изумления он прижался к склону. Волк повертел головой налево и направо, потом вверх и вниз, но не заметил ни следа наблюдателя. Однако любой хороший охотник не покажет себя добычи. «Севериан!» «Кто ты?» «Меня зовут Ясу Нагасена. Ты охотник, проследивший нас до храма. Да, а теперь я выследил тебя здесь. Как ты говоришь со мной?» «Твой шлем принадлежал воину былой эпохи. Я увидел, во что были одеты твои товарищи в храме, и попросил схожее коммуникационное устройство из реликвиария в дворца. Умно! Это не требовало от меня особых догадок, но об этом не подумал никто другой. Я и не никто другой. Севериан попытался вспомнить все об устройствах времен единства и улыбнулся. «Ты так меня не вычислишь. Они работают на открытых частотах. Это может услышать любой передатчик с нужной настройкой. Мне и не нужно тебя выслеживать. Я знаю, куда ты направляешься и держу тебя на прицеле». «Ба!» Севериан расхохотался. Впервые по-настоящему развеселившись за долгое время. «Ну так стреляй, охотник!» Через мгновение лазерный разряд впился в скалу слева. Севериан сморгнул вспышку и едкую горячую пыль. «Так ты психик?» Империум решил, что еще один класс полезных псайкеров заслуживает специального обозначения. Похоже, что на гасену развеселила его эмоциональная вспышка. «О нет, я не психик. Просто очень хороший следопыт. Первое аксиома охоты. Понять, чего хочет твоя цель. И чего я хочу? Того же, чего смерть лишила Ахтарву из тысячи сынов и твоих братьев. Правды». «Какой правды?» Севериан замер. «Правда о том, как изменилась галактика. Ты сбился с пути, Севериан. Тебе сказали, что твой примарх предал тебя, предал Империум. Ты хочешь взглянуть братьям в глаза потому, что не можешь сопоставить эту правду с тем, что помнишь. Я знаю, что гор Луперкаль был лучшим из встреченных мной людей. Он никогда бы не предал отца. На самом деле, ты в это не веришь. Не говори мне, во что мне верить. На самом деле, ты в это не веришь», – спокойно продолжил Ногасена. «Потому что знаешь, как бы поступил гор, если бы когда-нибудь обратился против отца. Внезапное ужасное предательство, а затем внешне самоубийственный гамбит, который приведет к бойне в битве, которая была бы лучшим шансом Императора остановить восстание прежде, чем оно наберет обороты». Севериан молчал, зная, что Ногасена прав. Все, что он знал о бойне на Истване 5, говорило, что это был тот самый великий обман, которым горбы начал мятеж. «Я не лгу, клянусь в этом на клинке Шудзики. Тогда почему ты просто не застрелишь меня? Возможно, я доберусь в поместье Вадага Сингха до тебя». «Ну уж нет», – разозлившийся севериан полез дальше. «Тогда скажем так, может быть гор и предатель, но насчет тебя я еще не уверен». Голос Ногасены исчез из шлема. Сгинул в вое помех от тестового обстрела пустотных генераторов дворца. Севериан взбирался все дальше, думая, не застрелит ли его охотник, но быстро отбросил такую возможность. Если бы Ногасена захотел, то он уже бы убил его. Тем временем солнце зашло, и теперь утес освещал лишь тусклый свет звезд, додуговые лампы в лагерях рабочих и насевших в низинах терры, кораблях, кузницах, механику. Когда он добрался до вершины, то прижался щекой к черной скале и вгляделся в границу между камнем и небом. Он достаточно ясно рассмотрел колебания потревоженного воздуха. Тонкая марева лазерной растяжки окружала утес со всех сторон. Он крепче сжал камни одной рукой и отпустил другую. Развернулся и закрепился вновь, прижав ступни к утесу, согнув колени, напрягая мускулы. Севериан тяжело вздохнул и собрался с силами, представляя запланированное движение, прикидывая длительность напряжения каждого мускула и конечности, пока не уверился в успехе. Затем Севериан оттолкнулся ногами вперед и вверх, используя опоры рук как шарнир, на котором его тело крутанулось словно огромный маятник. На полпути он разжал руки и сжался как гимнаст. Волк рухнул в метре от края утеса на колени, в песчаном дворе, прижав одну руку к земле, а другую сжав кулак. Он ждал сигнала тревоги, крика часового или стрек от автоматических оружейных систем. Ничего, лишь шелест ветра и его дыхание нарушало тишину. Я ждал от тебя большего, военный инженер. Если ты архитектор Дорна, то магистр войны войдет в тронный зал императора, как к себе домой. С трех сторон дворик окружали ступенчатые террасы, ведущие к закрытым галереям. Ночные растения альбиносы раскрывали лепестки лунному свету, а их горький миндальный запах намекал о генной инженерии. По краям тянулась выложенная камнями дорожка, а в центре журчал и пенился фонтан, увенчанный фиалом с квадратом и компасом. Боковые тропинки вели к закрытым прямоугольникам из песка, где стояли маленькие модели блокгаузов, элементов ландшафта и бастионов. Рядом с ними на песке были начерчены траектории перекрестного огня, зоны поражения и гильдийские символы, которые северян не мог понять. На одной схеме он узнал Дхалаугири, на другой – Врата Вечности, а в третьей – возводимые укрепления у прохода Махан. Северян поднялся к галереи, мягко ступая по камням. Цветы тянулись за ним. Вот волк прошел через внутренний дворик к центральному павильону поместья, к широкому холму с высокой башней посередине, откуда военный инженер мог созерцать свои труды. На площадке перед главным зданием виднелась посадочная платформа и маневровые двигатели шаттла Сингха. Северян не особо хорошо разбирался в пилотировании таких аппаратов, а потому смог бы только взлететь, но не уйти от неизбежных перехватчиков и их самонаводящихся ракет. Нет, чтобы добраться до орбитальных платформ живым, ему понадобится дать преследователям хорошую причину его не сбивать. А какая причина лучше военного инженера самого императора? Северян замер, почувствовал слабое, неуловимое изменение в воздухе. Запах миндалей исчез, сменившись чем-то похожим на аммиак. Рука волка метнулась к клинку, и он прижался к стене. Панель рядом соскользнула, и показалось многоствольное орудие на круглой подвеске. Зеленый указатель заскользил по дворику, и Северян заметил, как на противоположной стене показалось другое орудие, чей указатель наткнулся на него и изменился с зеленого на красный. Загрохотали выстрелы, и волк отскочил. Едва ближайшее орудие начало разворачиваться. Он прыгнул, вцепился в ствол и мучительно медленно, словно брясь зеленокожим, навел его, несмотря на сопротивление сервомоторов на второе орудие. Высокоскоростные снаряды врезались в орудие и вырвали его из стены. Беглец выхватил клинок и застонал от напряжения. Северян вонзил клинок в роторный механизм и отскочил, когда снаряды внутри взорвались, разорвав оружие на части. Волк перекатился, встал на ноги и побежал к краю галереи. Нырнув за опорную колонну, северян подтянулся и забрался на крытую черепицей крышу. А внизу продолжали подниматься орудия. Теперь ему могла помочь только скорость. Он побежал по гребню галереи, а вокруг завыли сирены, вспыхнул свет. Загорелись незамеченные дуговые лампы, накрыв поместье ослепительным светом, не оставляющим тени. На украшенных клумбах были видны новые распускающиеся ночные цветы. Вокруг них кружились споры. От запаха северяна затошнило, и он понял, почему его так быстро нашли. Это были биоинженерные растения, созданные, чтобы реагировать на любой незнакомый генетический образец. Северян перемахнул через высокую крышу главного здания, когда из проходов внизу башни показались четыре фигуры. Автоматоны, созданные из блестящего гибкого металла, и двигающиеся так плавно, что к ним явно приложил руку кто-то из высокопоставленных чинов механикума. Они были странно похожи на людей, если не считать безликих голов, скрывающих смертельные протоколы боевых программ, вписанных в стерилизированные остатки человеческого мозга. Каждый был вооружен длинным гибким клинком и имплантированным энергетическим оружием. Двое двинулись прямо вперед, а третий и четвертый взмыли на репульсационных ранцах. Шквальный огонь рассек воздух, но северян крутился и уворачивался, инстинктивно предугадывая, куда они будут целиться. Он прыгнул к первому автоматону, одним движением выхватывая пистолет черного стража и стреляя. Оружие казалось крохотным в его руке, но ближайший киборг упал с пробитой головой. Второй отскочил в сторону, прямо на катящуюся гранату, которую в тот же миг бросил северян. Взрыв отшвырнул горящего автоматона вниз. Другой выстрелил ему в спину, и северян застонал от боли. Луч пробил броню. Его старый доспех бы выдержал, но это была броня других времен. Он перекатился, продолжая стрелять. Автоматоны рассредоточились. Пять их выстрелов поразили лишь воздух. Северян бежал, слыша стук шагов новых часовых. Возрастающий ответ на угрозу. Чем больше он убьет, тем больше нападет. В него вновь попали, но на этот раз палящий жар ограничился ожогом. Северян обернулся, слыша гул приближающегося врага. Безликий автоматон обрушился на крышу рядом, и волк вскинул пистолет. Существо ударило встроенным клинком, пронзив нижние ребра. На удар кулака волка сломал клинок у рукояти, а выпущенный из пистолета магазин отбросил автоматона к краю. Лишь идеально сбалансированный гироскоп не дал ему упасть, и киборг уже целился, когда взрыв гранаты сбросил его в каскаде сломанных веток и огня. Северян вытащил из раны гибкий клинок, когда четвертый автоматон приземлился в десяти метрах сзади. Он видел, как уничтожили трех первых и не спешил разделить их судьбу. Под обстрелом Северян бежал к башне. Мимо пронесся заряд, и волк увидел, что башню окружают безликие часовые. Он замер, затем присел, отводя руку и резко бросился вперед. Сверкнула черная, нанокарбоновая сталь, и автоматон рухнул на колени, свонзившимся в череп окровавленным клинком. А Северян уже бежал. Он прыгнул в проход, из которого выходил ближайший автоматон. Ясу Нагасена наблюдал за схваткой на крыше с профессиональным интересом. Его впечатлило то, что Северян так далеко зашел. Вадак Сингх отмахнулся от его предупреждений. Но сейчас они стояли во внутреннем прибежище военного инженера в окружении парящих пиктов голосферы. Сингха сопровождал бойцовый Миго и пара гладких черных автоматонов. Этих воинов-киборгов создали в кузнях мехаса Луки Хрома, адепта механикума, ныне считаемого предателем. Сингх явно больше ценил мастерство Хрома, чем его верность. Инженер был высоким и худым, созданным для величия гильдийской работы. Он казался слишком хрупким, слишком уязвимым для таранской гравитации. Нагасена не раз видел геносотворенных, но что-то в облике Сингха нервировало его больше любого примарха, легионера или химерического адепта механикус. Сингх покосился на него, разглаживая вощенную схему, которую попросил показать Нагасена. В его голосе смешались раздражения и восхищения. Он силен, но это лишь один воин. Воин, который избежал пленения кустодиями императора и черными стражами. Поверь мне, ты его не знаешь. Ты тоже. Охотиться на человека, значит узнать его. Его присутствие здесь ясно доказывало истинность этих слов. Сингх склонился вперед, когда взрыв на крыше на долю секунды засветил экраны. Военный инженер нахмурился, в недоумении глядя на снимки. Севериана нигде не было. Где же он? Сингх прикусил губу. Нагасене нечего было ответить. Севериан исчез, а он в закрытой комнате не мог сделать ничего. Он понял, что зря поверил уверением инженера в том, что в его защите нет уязвимых точек. Открой дверь. Сейчас. Сингх пролистал бесчисленные голограммы нетерпеливыми взмахами руки. Не шути так. Открой ее. Я должен быть там. Сингх ввел код на парящей световой клавиатуре. Ну хорошо, но эта дверь больше не откроется. Не для тебя, не для кого-то другого. Понимаю. Противовзрывные двери метровой толщины медленно разошлись и Нагасена выскользнув, как только они открылись достаточно широко. В коридоре никого не было, как и в высоком сводчатом зале за ним, заполненном инопланетными мехами, прекрасной мебелью из исчезнувших видов деревьев и архитектурными планами в золотых рамках, которые, по слухам, были подарком самого Пертураба. Нагасена услышал, как позади ударило что-то тяжелое и металлическое и сначала решил, что это закрылись двери в прибежище, а затем услышал крик и понял свою ошибку. Он обернулся и увидел, как наружу вывалился один из автоматонов Сингха, чья голова превратилась в расплющенное месиво из искрящей проводки и капающих мозгов. Ясу сразу понял, что произошло. Севериан пробрался в башню военного каменщика и ворвался в тайное убежище через его самую уязвимую часть крышу. Изнутри донесся голос Сингха, отчаянная мольба о пощаде. И Нагасена подумал, а осталась ли она у Севериана. Вспышки света осветили коридор и Нагасена услышал звуки яростной схватки и как кто-то кричит от боли. Сингх заорал, что-то взорвалось внутри. Дверь все еще пыталась закрыться, но теперь ее удерживало тело автоматона. Сквозь щели пролетели два предмета размером с кулак, брошенные с таким идеальным расчетом, чтобы отскочить по обе стороны от Нагасены. Он прыгнул назад, таща за собой тяжелый стол из розового дерева, когда осколочные гранаты взорвались. Ставший еще сильнее в замкнутом пространстве удар огня и осколков разнес стол на части. Охотника пронзила резкая боль, по ноге потекла кровь. Ясу застонал. Он пытался встать, но пошатнулся, крича от боли. Сквозь дым Нагасена видел приближающийся громадный силуэт. Он прижал к плечу винтовку и быстро выстрелил трижды. Похоже, все три выстрела попали, но затем сокрушительный удар сбил его с ног. Нагасена тяжело упал на скульптуру золотого льва и рухнул с ее спины на мягкие меха. Ребра были сломаны, нога его не держала, а рядом лежала, чудесным образом уцелевшая лазерная винтовка. Но едва потянулся, как опустившийся сапог разбил оружие пополам. Нагасена перекатился на спину и потянулся к мечу, но достал лишь половину, прежде чем кулак, слишком большой для смертного, схватил его за руку и дернул. Нагасена заорал от боли и мучительной потери, ведь вместе с запястьем сломался и шудзики. Осколки разлетелись по полу, а ясу, как в тумане, увидел лицо севериана. Жестокая, угловатая и резкая, тогда, как черты многих, его генобратьев странно сгладились. Ты позволил мне жить на утесе, а теперь я отдам долг. Нагасена видел, как севериан несет под рукой тело потерявшего сознание Вадага Сингха, так же легко, как простой человек мог бы нести папку бумаг. Ты не покинешь башню. Увидим. Легионер бросил Сингха на пол и пинком распахнул широкие двери на посадочную платформу. Автоматоны спускались с крыши на сверкающих летных ранцах, но не нападали, ведь в их целевые программы были заложены особые правила боя, а параметры безопасности самого Сингха делали стражей бессильными. Нагасена потерял севериана из виду, скрипя зубами от боли. Здоровой рукой он тащил себя по полу и с каждым движением из раненной ноги текла кровь. Ему стоило бы лежать, перевязывая раны, но Нагасена не терпел неудачи в охотах до сих пор и не собирался начинать. По лицу тек пот, щеки побелели, но он полз дальше, оставляя за собой багровый след. Нагасена выполз через двери в ярко освещенный двор. Вокруг неподвижно стояли чернокожие автоматоны, а ночные цветки сгибались и хлопали от ревущего потока воздуха. С нависавшей над внешней стеной поместья посадочной платформы доносился нарастающий вой двойных поворотных турбореактивных двигателей. Севериан сел у панели управления, рядом лежал вадок синг. Нагасена прикрыл глаза от ураганной силы завихрений, вздымавших тучи пыли. Он вытащил валькитовый пистолет. Пусть протоколы близости и мешали автоматонам, у Ясу не было таких ограничений. Поворотные гондолы склонились вниз, и шаттл начал взлетать. Нагасена еле держал пистолет. Пот застилал взгляд, а руки дрожали от напряжения. У него был лишь один выстрел, два, если повезет. И первый же попал в двигатель. Яркий луч сплавил механизмы и разорвал гидравлику. Второй промазал, но этого было достаточно. Двигатель закашлялся дымом, а затем что-то внутри оглушительно взорвалось, оторвав поворотный механизм на боку шаттла. Гондола рухнула у ворот поместья, и лепные скульптуры исчезли среди гнущегося металла и трещащих камней. Обломки роторных лопастей разлетелись по двору, обезглавливая и рассекая автоматонов, словно они были дезертирами перед расстрельной командой. Нагасена сжал голову руками, когда гондола взорвалась, а кружащийся шаттл рухнул рядом. От удара он раскололся. Фюзеляж шаттла сломался, а уцелевшие двигатели изрыгали черный дым, воя скрижащущими лопастями. Нагасена дополз до сбитого аппарата и подтянулся, опираясь на его гнутый нос. Сквозь разбитое стекло он увидел, что Вадок Синг еще без сознания, но в общем-то цел. Северяна прижала к месту пилота, его ноги сломала разбитая панель управления. Скоро он смог бы освободиться, но Нагасена целился ему в голову из пистолета. Легионер видел пистолет, но Ясу не стрелял. Ты из воинства крестоносцев, так? Я был. Я стоял на стенах Теры как символ воинов, сражающихся за возвращение галактики, которую упустили наши предки. Мои братья и я отринули славу сражения, чтобы стать почетным караулом на Тере. Но что мы получили за свою жертву? Предательство и плен. Как долго ты был на Тере? Нагасена едва мог говорить. 177 лет. Значит, ты никогда не был сыном Гора. Мы были первыми из легионов императора. Никто не привел стольких к покорению. Я лунный волк, и моя верность неоспорима. Как многое может случиться за два века? Сердца меняются. Сердца смертных, а не легионеров. Если ты хочешь меня убить, то давай же. Прощай, севериан. Нагасена спустил курок. Валькитовый пистолет был чудесной реликвией былых времен. Оружие, которое никогда не подводило Нагасену. Его механизмы были загадкой, но смертоносность не вызывала вопросов, как и надежность. Но в этот раз пистолет не выстрелил. Дуговые лампы погасли прежде, чем Нагасена или севериан смогли среагировать на осечку. А над головой завыли двигатели множества самолетов, которые приземлялись в лучах прожекторов. Нагасена прикрыл глаза, когда отделение солдат в серой броне спустилось сквозь воющий ветер на тросах. Нагасена не узнал их, ведь яркий свет не показывал ни символики, ни рангов. Но снаряжение было высокотехнологичным. Мощные адские ружья, облативная штурмовая броня и полновизорные шлемы со встроенной боевой аугметикой. Они окружили подбитый шаттл, нацелив оружие прямо в голову и сердце севериана. Никто из солдат не произнес ни слова, а Нагасена осел на погнутый фюзеляж, силы оставили его. А затем его взгляд привлекло движение и Ясу устало поднял голову. Сквозь горящие ворота вошел мрачный человек в мантии с капюшоном в окружении дюжины стройных женщин, облаченных в золотые облегающие доспехи со старинными красно-белыми шлемами с плюмажами. То были сестры тишины, и их присутствие здесь могло означать лишь одно. Человек откинул капюшон, открыв суровое патрицианское лицо, обрамленное длинными седыми волосами, стянутыми в хвост. У него были старые глаза, старее всего, что когда-либо видел Нагасена, и в них мелькали тусклые огоньки, словно снежинки в лунном свете. О, лорд Малкадор, регент Эрик кивнул, Ясу, твой пистолет, будь так любезен, Нагасена поднял его, и в тот же миг тонкий луч раскаленной энергии впился в ночь. Лицо Малкадора заметно расслабилось и стало менее бледным. Даже такому, как я, нелегко остановить валькитовый механизм. Так это вы не дали мне выстрелить? Да, потому что мне нужен лунный волк. Одни солдаты вытащили Вадака Сингха из обломков и понесли его в поместье, а другие освободили Севериана резаками и лазерными горелками. Он был таким огромным, что волка пришлось тащить шестерым. Пускай генетические усовершенствования и притупляли боль, но, судя по цвету кожи, она была ужасной. Затем Севериана окружили сестры тишины, и на его лице проступило странное отвращение. Они потащили раненого космодесантника к посадочной платформе, где из тьмы показался черный, поглощающий свет самолет. Он повис прямо над платформой, впереди откинулась штурмовая рампа. Безмолвные сестры затащили Севериана на борт. Рампа закрылась, и черный корабль взлетел на почти неслышном отражающем поле. Ногасена застонал от боли, и Малкадор махнул рукой, подзывая солдат. У них не было знаков отличий, но раны солдаты обрабатывали с опытом полевых медиков. Один уже приготовил шприц с болеутоляющим, но Ногасена покачал головой. Лорд Дорн хочет смерти Севериана, зачем он нужен вам живым? Малкадор обернулся, и пламя горящего шаттла осветило его лицо, придав суровый, расчетливый вид гроссмейстер Орегицида, который прекрасно знал цену каждого решения, и чьи фигуры живые существа. Мы на войне, Ясу. На войне за само наше выживание Лорд Дорн сражается в битвах орудиями и воинами. Я же бьюсь в иной, скрытой, можно сказать, безмолвной войне, для которой мне нужны люди с особыми талантами. О, и каков же талант Севериана, раз его ищет сам Сигелит. Лунный Волк, уникальный человек, латентный Псайкер, чья сила столь инстинктивна, что он даже не осознает ее. Псайкер? Малкодор кивнул. Его сила пробудилась лишь тогда, когда Магнус Красный прислал свое, скажем так, необдуманное сообщение на Терру. За прошедшие годы природные силы Севериана превратились в нечто особенное. Да, действительно атака Алого Короля позволила пленникам бежать из Кхангбомарву, но это было лишь несколько дней назад. Малкодор увидел смятение Ногосены. Ах да, я знаю, как это может выглядеть со стороны, но Магнус послал предупреждение о горе на Терру два года назад. Оно почти разорвало дворец на части, но обереги Императора смогли его удержать. Хорб Сайкеров из пустой горы пытался рассеять огромное облако энергии прежде, чем оно прорвет психические дамбы. Однако высвобожденные Магнусом энергии вырвались, что ощутил весь мир. Но помяни мои слова, что могло быть гораздо, гораздо хуже. Ногосена пытался переварить информацию, но боль от раны мешала ему думать. Затем он ощутил укол в бедро. По телу начало расходиться приятное тепло. Лорд Дорн захочет узнать о моей охоте. Что мне ему сказать? С Роголом поговорю я. А Синг, что если он расскажет об этой ночи? У Вадока Синка податливая психика. Он будет помнить лишь то, что нужно мне. Вы обманете лорда Дорна? У нас с Роголом в чем-то разные взгляды на то, как должно сражаться с гором. У него есть свои рыцари, самые серые ангелы будут незримо перемещаться по Империуму. Частью этого станет Севериан. Взгляд Малкадора впился в глаза Ногосены. И следующие слова Сигелита отдались эхом в самых дальних уголках его разума. И ты тоже. Малкадора 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 С önem Малкадора Малкадор Be 원� Малкадора Малкадор Продолжение следует...